Приветствуем вас на программе Истины Евангелия с Эндрю Вомаком. Цель его служения – донести людей весть о Божии безусловной любви и благодати. Благая весть вещается через множество телесетей и библейский колледж Харрис по всему миру. А теперь, пожалуйста, Эндрю. Добро пожаловать на программу Истины Евангелия. Сегодня вторник, и сегодня я продолжаю учить по теме «Как найти, следовать и исполнить Божью волю». Я учу на эту тему вот уже долгое время, и это четвертая неделя этого учения. Я подошел к середине этого учения. Я постараюсь немножко ускорить все. Но, во-первых, я говорил о том, как найти Божью волю, и это крайне важно. И в течение двух недель я говорил об этом вопросе, и я потом учил о том, как следовать Божьей воле. Я сделал следующие заметки, что знать волю Божью крайне важно, но это еще не все. Вам еще нужно научиться, как следовать Богу, как делать все Божьим образом. Есть на все Божий срок, который Бог определил. Никто из нас напрямую в совершенную Божью волю не приходит. Этому предшествуют этапы, фазы, рост. И нам нужно научиться следовать Богу, научиться многим вещам для этого. И вот в этом многие ошибаются. Большинство людей не то, что не знают Божью волю для своей жизни. Они знают ее, кто-то из них знает ее, но многие из них пытаются ее осуществить своими силами. Позвольте мне привести в пример служителей. Я слышал такую статистику, я не знаю, как они ее собрали, но слышал такую статистику, что 80% людей, которые приходят в служение, бросают в течение первых пяти лет этого служения. Они его бросают. Это, конечно же, пугающие цифры. Но это могут быть разные причины. Во-первых, кто-то из этих людей может и не призван был к служению, и они это поняли. Но те, кто действительно был призван, все равно сдаются из-за трудностей, которые связаны с началом служения, которые связаны с тем, что сопровождают служение. И эта статистика говорит, что из этих 20%, которые все еще остаются в служении после пяти лет, 80% из этих 20% им грозит истощение, и они близки к тому, чтобы бросить служение. Если все соберем вместе, то получится, что только 4% служителей, которые начинают служение, только 4 из них процента через пять лет остаются успешными. И это пугающая статистика, пугающие цифры. Из тех людей, кого я знавал, кто был на грани истощения, с ними это происходило потому, что они служили своими силами, и они пытались пастырствовать в церкви или вести служение подобного ему. Но они делали все своими силами, своим стараниям, и я вам говорю, что это рецепт к выгоранию. Бог призвал нас к проектам, большим наших способностей, и нам нужно прыгнуть выше головы, что называется, перейти, пойти дальше своих способностей, чтобы исполнить эту волю. Я использовал пример Моисея и учил на эту тему уже неделю. Если вы что-то пропустили, закажите мои материалы. Уверен, они послужат вам. В исходе 4 главы Господь явился Моисею в горящем кусте. Это произошло в 3 главе вообще, но это событие продолжается в 4 главе, и Господь сказал Моисею 5 раз, чтобы он шел в Египет и вывел народ из Египта. 5 раз Бог сказал, и 5 раз Моисея сказал, я не могу. И в конечном итоге Бог спросил, что в твоей руке? Он сказал, жезль. Господь сказал, брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезль превратился в змея, и Моисей побежал от него, и сказал Господь Моисею, в исходе 4.4. «Прострел руку твою и возьми его за хвост». Он просер руку свою и взял его. Когда вы берете змею за хвост, это означает, вы не можете ее контролировать, она может ударить вас, укусить, и вы можете умереть. В результате, для того, чтобы Моисей взял змею за хвост, он должен был быть готовым отдать свою жизнь и смириться с возможностью смерти, чтобы исполнить, к чему Бог его призвал. Все это имеет большое значение для тех, кто читает эту историю. Этот момент стал кульминацией 40 лет жизни Моисея в пустыне, когда он понял, что он наломал дров, он все испортил, и он попытался исполнить Божью волю своей силой. Потратил 40 лет в пустыне здесь, пока израильтяне на 30 лет задержались в рабстве, согласно пророчеству, сказанному ему в Бытии, 15 главе. Таким образом, он говорит, «Бог, я понимаю, я сделаю в следующий раз все по-твоему, я сделаю все, дай мне еще один шанс, я сделаю все, что необходимо». И вот Господь говорит, «Хорошо, возьми этого змея за хвост». И надо отдать должное Моисею, он был готов повиноваться Богу, даже хотя это могло означать потенциально для него смерть. Когда он взял змея за хвост, он превратился опять в посох, и дальше в исходе 4.20 мы читаем о том, что Моисей вернулся, а потом отправился в Египет и взял посох Божий с собой, жезл Божий. До этого это был посох Моисея, теперь он стал жезлом Божьим. Мы тоже видим в этом важное значение. Вы должны быть готовы пожертвовать своей жизнью ради Бога, когда кажется, что наступает смерть вашему видению, вашим мечтам. Когда Моисей взял змею за хвост, казалось, что ему придет смерть, но именно в этот момент его посох превратился в жезл Божий. И теперь этот посох стал обладать сверхъестественной силой, и Моисей мог поднять его над землей, налетела саранча, коснуться воды, она превращалась в кровь, он им мог разделить море, вызвать воду из скалы, напоить миллионы евреев и их животных. Он получил сверхъестественные силы, потому что перестал поступать по-своему, отдал свою жизнь полностью Богу. Моисею потребовалось 40 лет для того, чтобы дойти до такого понимания. Вы знаете, нам всем требуется длительное время, чтобы дойти до такого понимания, когда мы говорим, «Господи, пусть Твоя воля будет, а не моя». Какова не была бы Твоя воля, моя жизнь принадлежит Тебе. Но так, мы следуем за Богом. Если вы человек своенравный, если вы пытаетесь использовать Бога для того, чтобы он направил вас в нужном направлении, а дальше вы сами все будете исполнять своими силами, своей мудростью, своим могуществом, то с этого начинается крах и поражение. Вот в этот момент люди начинают скарать, потому что они берут ответственность на себя за все, что с ними происходит. Поэтому это прекрасный ключ. Он взял жезл Божий. Этот жезл, посох превратился в жезл Божий. Когда вы даете жизнь Богу и полностью повинуйтесь Ему, и сдаетесь на Его милость, вы говорите, «Бог, я пойду и сделаю все, что Ты мне скажешь». Бог дает вам эту жизнь обратно, но это уже не ваша жизнь. Как в Галатам 2.20 Павел сказал, «Уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу по плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это уже была не жизнь Павла, это была Божья жизнь. По этой причине Павел перевернул мир. Вот почему он видел воскрешение мертвых. Вот почему Бог использовал его, чтобы написать половину посланий Нового Завета. Потому что Павел посвятил полностью свою жизнь Богу, отдал ее Ему. Это была жизнь Божья. Вот так мы следуем за Богом. Мы должны подчиниться Ему, как сосуды его. Все это правда, но всей этой истины есть обратная сторона. Позвольте мне сказать так. Моисей в исходе 4 главе отдал свою жизнь Богу, взял ее за хвост, что называется, пошел в Египет, и благодаря его подчинению Богу, он творил все эти чудеса. Он навел казни на Египет, вышел из египетской земли. Происходили удивительные чудеса, сверхъестественные. Бог опустил на колени самую могучую нацию на земле на тот момент через Божьего пророка с помощью жезла, с помощью палочки. Потому что это была не просто палочка, а Божий жезл, благодаря тому, что происходило между Богом и Моисеем. Но в 14 главе, уже после того, как они вышли из земли египетской, в 14 главе говорится следующее, в первом стихе, «Я сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пи-Гахерофом, между Мигдолом и между морем, пред Ваал-Цифоном, напротив него поставьте стану моря, скажет фараон, сынах Израилевых, они заблудились в земле, сей заперла их пустыня. А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают египтяне, что я, Господь, и сделали так». Помните, что произошло в 4 главе? Моисей бросил свой посох, свою жизнь пред Богом. Господь сказал взять ее за хвост, и казалось, что посох его убьет, но потом он превратился в жезл Божий, и он использовал этот жезл. Власть, которую Бог дал ему, он ее использовал, он говорил слово и принудил пуститься фараона на колени. Теперь Бог ему говорит, стань лагерем в этом месте. С одной стороны будет море, с другой стороны будет гора-горы, то есть получается как бы такая коробка, из которой нет выхода, и Бог конкретно сказал Моисею, чтобы они стали лагерем в этом месте, и Бог ожесточит сердце фараона, и фараон будет преследовать их. Подумайте об этой ситуации. В каком-то смысле Моисей ставит себя, подвергает себя и всю еврейскую нацию опасности, ставит их под прицел фараона. Они поставили себя в такое безвыходное положение, и Бог говорит, что «Я использую это положение для того, чтобы вывести фараона за вами». И надо дать должное Моисею, так как он посвятил свою жизнь Богу, взял ее за хвост и больше не контролировал ее. Он повиновался Богу, и подчинился ему, и поставил себя в уязвимое положение, которое гарантировало ему атаку египтян и всеми их силами. Это хорошо, но Господь дальше сказал ему, тут говорится, «Покажу славу Мою на фараоне и на всем войске его, и познают египтяне, что «Я Господь», и сделали так». То есть Господь говорит, что «Я привожу египтян к вам не для того, чтобы вас разрушить, но чтобы прославить себя, и египтяне будут поражены». Моисей сделал так, как ему сказал Господь, и, конечно, Бог ожесточил сердце фараона. Тут приходит фараон своего войска, идет с израильтянами, и когда дети Израиля, вы увидели, как все это происходит, они запаниковали, они захотели вернуться в Египет, захотели найти себе другого главаря и сдаться фараону, чтобы тот их пощадил. И они наехали на фараона и говорят, «Нам лучше было бы остаться в Египте рабами, чем выйти сюда в пустыню и умереть от египетского меча». И посмотрите, что Моисей им ответил, Исход 14, 13, «Не бойтесь, стойте, и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых вы видите ныне, боли не увидите вовеки». То есть, Моисей опять знал Божью волю в этой ситуации, и он знал, что Бог и эту ситуацию специально срежиссировал, заманил туда египтян, чтобы прославиться на них. Моисей знал Божью волю, и он сказал народу, «Не бойтесь, не бойтесь, стойте, увидите спасение Господне». И посмотрите на следующий стих, в 14 стихе, «Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». В следующем стихе, в 15-м, он говорит, «Ты сказал Господь Моисею, что ты выпьешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». Все это удивительно для меня. Представьте эту картину. Вот израильтяне, они находятся в этой ситуации, они окружены, они в ловушке, приближается египетская армия, чтобы уничтожить весь народ, люди сбунтовались, и Моисей пытается их успокоить, говорит, «Не бойтесь, стойте, увидите спасение Господне, ибо египтяне, которых вы увидите ныне, более не увидите вовеки». Господь будет поборать за вас. Отличное исповедание своей веры. Но в следующем стихе, Господь говорит Моисею, «Что ты выпьешь ко мне?» Когда я прочитал эти строки, я подумал, «Господи, что ты имеешь в виду? Что ты выпьешь ко мне?» Посмотри, сколько там было египтян. Они в окружении, они собираются их всех убить, и Бог говорит, «Что ты выпьешь ко мне?» Какое-то время я не мог понять эти строки, и тогда Он говорит, «Скажи сынам Израилям, чтобы они шли, а ты под ними жезл твой». Позвольте мне поделиться истиной, которую Господь мне показал. Моисей поминовался Богу. Он поставил себя в позицию, когда Богу нужно было действовать, и Моисей рассчитывал на Божье вмешательство. Но после этого смелого исповедания, наверное, сам Моисей, сам упал на свое лицо, что называется, пред Богом, и стал просить, чтобы Бог вмешался и помог. Потому что Бог говорит, «Что ты выпьешь ко мне?» Он говорит, «Скажи сынам Израилям, чтобы они шли». И Моисей, после того, как он сделал это смелое исповедание, упал на свое лицо и стал умолять Бога помочь ему. И Бог в каком-то смысле его упрекнул, «Что ты ко мне выпьешь?» Они были в сложной ситуации. Вопрос жизни и смерти. Разве это было неправильно? Нет, потому что Бог дал Моисею жезл. Жезл Божий. И Моисей действовал больше не сам по себе. Он действовал по повелению Господню. У него был жезл Божий, власть Божья. И Бог сказал, «Подними жезл твой, и ты раздели море». Другими словами, Бог говорил Моисею, «Моисей, время тебе начать действовать в той власти силе, которую я дал. Тебе используй ее». И вот в этом моменте, кажется, некое есть противоречие, и многие не могут понять этих стихов. Но чтобы действовать в сверхъестественной силе Божьей, нужно примирить эти две противоположности. В исходе 3-4 главах мы видим, как Моисей уповал на себя, пошел, убил египтянина, думая, что он собирается исполнить волю Бога. Но после 40 лет пустыни он дошел до такого состояния, когда сказал, «Бог, я не могу этого сделать, у меня не получается». Он потерял эту уверенность в себе. И Бог заставил его бросить посох, взять его за хвост и использовал уже Моисей Божью силу, а не человеческую силу. У него теперь был жезл Божий, он пошел, он использовал этот жезл. Но теперь он оказался в ситуации, когда он опять говорит, «Господи, я не могу ничего сделать, вот идут египтяне, они нас сейчас убьют, Бог». Он взывал к Богу, хотя истина была вот в чем, что Бог уже дал ему, Моисею, силу и власть. И это не было время умолять Бога о чем-то, он уже имел все, что было нужно, ему нужно было использовать эту власть, которая была ему уже дана. Я не знаю, благословляет ли это откровение вас, но мою жизнь, оно изменило, буквально изменило мою жизнь. Многие из вас слышали мое свидетельство, я был интровертом, будучи еще ребенком, я был очень неуверен в себе, я ничего не мог сделать, и однажды у меня была встреча с Господом в 68-м году. Бог коснулся меня и изменил мою жизнь, но я постоянно как бы вращался между этими моментами, когда у вас есть переживание с Господом, потом ваша жизнь продолжается, она не становится совершенной. И я бросался с одной крайности в другую, то я был полностью уверен в Господе, все могу, укрепляющий меня, о Христе, или же думал, что я вообще ничего не могу сам сделать. Мне нужно полностью быть без какой-либо уверенности в себе, нужно было уповать на Христа. Оказалось, что это две непримиримых крайности, и нельзя это все отбалансировать. Ведь без Христа я ничего не могу, но я же всегда со Христом, и нужно понимать это, что Бог, я без тебя никто, это правда, но, с другой стороны, я никогда не без тебя, поэтому в тебе я все могу, филиппийцам 4.13. Казалось бы, это две противоположности, но они уравновешивают друг друга, и у вас никогда не будет совершенного баланса, чтобы делать все совершенным образом. Я всегда имею такую тенденцию склоняться к тому, что, Господи, я ничего сам не могу, я все время выпадаю из этого баланса, начинаю преувеличивать эту часть, и Господь напоминает мне, что ты отдал свою жизнь мне, и ты взял ее за хвост, так что моя сила у тебя, и моя власть у тебя, и тебе нужно ими пользоваться, поэтому я начинаю возвращаться в эту сторону, и начинаю думать о силе Божьей, о власти Божьей, которую Бог мне дал, и если я не буду осторожен, то меня занесет в эту крайность, так что я перестану уповать на мою зависимость от Господа, я так обрадуюсь этой силе Божьей, которая мне дана, и мне приходится постоянно корректировать курс между этими двумя состояниями, я думаю, что так происходит со многими, со всеми, как это было с Моисеем, однажды Моисей был настолько самоуверен, что он попытался освободить еврейский народ своими силами, он потерпел ужасную неудачу, в течение сорока лет он учился тому, что не может самоповать на себя, и сказал, Господь, я ничего сам не могу, потом у него было переживание жезла, которое он взял за хвост, и он пошел, освободил евреев из Египта и использовал эту власть и авторитет, который ему был дан. Но вот здесь он опять оказался в этой ситуации, когда его начало склонять в первую крайность, Господи, я ничего сам не могу, ты должен что-нибудь сделать, и он забыл, что Бог дал ему власть и силу. То же самое происходит и с нами, со мной и с вами. У Бога есть сила, которую он вложил внутрь нас. Многие просят, чтобы Бог действовал, чтобы Бог решил ситуацию, но истина в том, что он дал нам эту власть. Например, в Матфея 10 главе в 8 стихе говорится, чтобы мы шли и больных исцеляли, покаженных очищали, мертвых воскрешали. Он не сказал вам молиться об исцелении больных, он сказал, идите и исцеляйте больных, значит, у вас есть сила на это. Вернитесь к Матфею 10 главе, первой части этой главы, Бог дал им власть над всякими бесами, над всякой болезнью и дал им власть исцелять. Бог дал нам такую силу и нам нужно признать, что без Бога я ничего не могу, но я не без Бога и поэтому Он дал мне свою силу и во имя Иисуса я повелеваю этой немощи, болезни уйти, бедности уйти. Вот как нужно действовать. Был один человек по имени Джек Телор, который проповедовал на эту тему в 1973 году и все это происходило прямо после того, как мы с Джейми поженились. Это длинная история. Мы получили уведомление о том, что нас выселяют из квартиры за долги, на то были причины, это не была причина как бы Божья. Я считал, что не могу работать на мирской работе, если призван к служению, поэтому сам довел эту ситуацию до такого состояния, ведь я служил тогда совсем немногим людям и у нас не было достаточно денег, поэтому нас грозили выселить из квартиры. Джек Телор как раз проповедовал на эту тему и он сказал, если вы посвятили свою жизнь Богу, то точно так же, как Моисей бросил посох, потом поднял его за хвост, у вас теперь есть жезл Божий, сила Божия, власть Божья. И если вы столкнулись с трудной ситуацией, вместо того, чтобы умолять Бога вмешаться, вам нужно взять власть и начать провозглашать и повелевать силе Божией проявиться. Поэтому мы с Джейми вернулись домой, в тот вечер я взял это слово, свое сердце, сохранил его у нас, были такие складные стулья и стол, я положил руку на этот складной стул и сказал, Бог, ты дал мне силу и власть, я действую в соответствии с пониманием твоей истины, я проглашаю, что нас не выселят из этой квартиры, если тебе нужно превратить этот стул в деньги, я повелеваю к деньгам прийти, три или три тридцать утра этой же ночью произошло чудо, которое разбудило меня и мне принесли нужную сумму денег, точно ту сумму. Тот же самый принцип действует, некоторые из вас оказались в сложной ситуации, вы взываете к Богу, но Бог говорит вам, как он сказал Моисею, что ты вопиешь ко мне, встань со своего лица, хватит вопиять ко мне, возьми власть и используй ту власть, которую я дал тебе, но вам нужен баланс во всем. Вам нужно понять, что без Христа вы никто, поэтому вы не сидите и не повелеваете невежественно всему произойти своими силами. Без Христа вы никто, поймите это, но с другой стороны, признайте, что вы не без Христа, и Бог дал вам силу и власть, и у меня есть власть, и я буду повелевать этой горе. Не просто я буду говорить Богу о моей горе, но я повелю горе и скажу, во имя Иисуса, «Я повелеваю тебе выйти из моей жизни». Повелевайте против того, что выступает на вашу жизнь. Стойте в этой силе, стойте в этой власти. Это понимание преобразило мою жизнь, и я хотел бы иметь такую формулу, когда нажимаешь кнопку, и все получается, но на самом деле все зависит от ваших личных взаимоотношений с Господом. вы можете начать склоняться в сторону своей власти, так что впадете в такое самоупование, что каким-то образом это ваш благодетель все вам дала и так далее. Но как антидот вы должны признать, что без Христа вы никто, и только благодаря Христу вы можете все делать, но потом вы можете сосредоточиться на своих немощах до такой степени, что вообще забудете, что у вас есть власть и сила. Как же нам все сохранить в правильном балансе? Единственный ответ на этот вопрос это нужно постоянно иметь живые взаимоотношения с Господом и Бог будет вам показывать, когда вас будет кидать из одной крайности в другую. Пути Господни неисповедимы, так любят говорить люди, но правда в том, что Бог желает открывать свою волю для нас, у Него есть предназначение, путь и цель. В книге «Как найти, следовать и воплощать Божью волю» Эндрю говорит о важнейших принципах успешной и плодотворной жизни христианина. Как познавать волю Божью, как она нам открывается, какие опасности могут предостерегать нас на этом пути, что может помешать нам воплотить предназначение, а что наоборот может помочь. Из этой книги вы узнаете эти и многие другие важные особенности, как узнать, следовать и воплощать и воплощать волю Божью. Для этого вы можете позвонить по телефону 8-921-993-7009 или 8-812-371-6104 или написать нам через наш веб-сайт cbtcrussia.ru Наши зачастую неверные понимания христианства и формальный подход к вопросам веры мешают нам увидеть истинную природу и натуру Бога, который не желает ничего другого, кроме близкой дружбы с нами. Каков характер Бога? Какой он, добрый или злой? Почему он такой разный в Ветхом и Новом Завете? Отвечает ли Бог на наши молитвы? Любит ли он нас по-настоящему? Вам наверняка знакомы эти вопросы, вы либо задавались ими сами, либо слышали их от других. Вам нет нужды учиться на своих ошибках. Учитесь на ошибках и победах одного из основных героев Библии, царя Давида. Из книги Эндрю Вомака «Давид. Уроки жизни» вы узнаете духовные истины о том, как быть мужем по сердцу Бога, от кого приходит преуспевание, как победить Голиафа в своей жизни. Эти и другие важнейшие библейские истины теперь доступны вам в книге Эндрю Вомака «Давид. Уроки жизни». Вы хотите изменить себя и свою жизнь, но снова и снова терпите неудачу? Возможно ли вообще измениться к лучшему и сохранить эти изменения? Узнайте способ гарантированных перемен для себя и своей жизни. В книге Эндрю Вомака «Изменения без усилий» Эндрю раскрывает секреты, которые помогут вам освободиться от ненужного бремени и войти в полноту Божьих благословений и призваний. Для того, чтобы получить книгу Эндрю Вомака «Изменения без усилий», свяжитесь с нашими представителями. Контактная информация на экране. Еще раз повторим, что вы можете заказать учение Эндрю в книге на CD и DVD-дисках на его веб-сайте cbtcrussia.ru cbtcrussia.ru Вы можете также получить эти материалы, позвонив по следующим телефонам в России 8-921-993-7009 или по телефону 8-812-371-6104. Вы также можете написать нам письмо, отослав его на адрес, который видите на экране. А теперь давайте посмотрим анонс завтрашней программы от Эндрю. Вы можете впасть в крайности либо в одну сторону либо в другую. Либо вы будете парализованы страхом, сосредоточьтесь на своей неспособности и не добьетесь успеха в Божьем призвании. Но если у вас нет такого понимания и вы сидите и говорите «Я могу сделать все» и вы Христа минимизировали, вы такой самоуверенный, то такая самоуверенность разрушит вас тоже. Нужно видеть вот эти две опасности и мы видим два типа парадокса в Моисее. И в исходе четвертой главе он говорит «Бог, они меня не послушают». Но потом он пережил момент, когда он взял змею за хвост и победил ее и она стала Божьим жезлом. И все это дало ему смелость, но не смелость и уверенность в своих силах, а в своем взаимоотношении с Богом. И он получил такую смелость, что он пошел к самому могучему человеку на земле на то время и повелел ему «Ты должен отпустить мой народ». Не пропустите передачу «Истинная Евангелие завтра». Вы можете поддержать наше служение, чтобы мы смогли предложить вам еще больше книг и программы Эндрю Вомака на русском языке. Для этого зайдите на наш сайт cbtcrussia.ru Зайдите в раздел «Пожертвовать». Далее, следуя указаниям на экране, заполните форму слева, указав свои контактные данные. Введите сумму для пожертвования. Обязательно поставьте галочку в разделе «Новости служения». Нажмите кнопку «Пожертвовать», чтобы сделать пожертвование с помощью кредитной или дебетовой карты. Безопасность платежа обеспечивается служба Яндекс. Благодаря вашим пожертвованиям наше служение сможет и дальше распространять истину Евангелия с Эндрю Вомаком. Если у вас есть вопросы или вы хотите сделать заказ книг и дисков Эндрю Вомака, свяжитесь с нами по одному из телефонов или написав на электронный адрес, который видите на экране.